Здравствуйте! Сегодня 15 ноября и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. В течение всей прошедшей недели евро находился под давлением продаж на фоне данных о замедлении темпов роста во всех крупнейших экономиках региона. В третьем квартале ВВП Франции снизился до 0,4% по сравнению с ростом на 0,7% во втором квартале. Темпы экономического роста в Германии также снизились до 0,7% от предыдущего показателя 2,3%. Сводный ВВП еврозоны упал за предыдущий период к 0,4% от 1% ранее. Стоимость государственных облигаций Ирландии, Португалии, Греции продолжает падать, а страховые премии за риск их использования достигают уже рекордных значений. Экономический негатив усилил опасения инвесторов о том, что эти и другие страны еврозоны не смогут заработать достаточно денег, чтобы погасить все свои бюджетные дефициты. Дефолт периферийных государств Европы теперь уже не кажется невозможным. Пара евро-доллар на этом фоне достигла на торгах в пятницу шестинедельного минимума на отметке 1,3574. Слухи о том, что Европейский Центральный Банк выделяет Ирландии спасительные 80 млрд евро, несколько поддержали падающую валюту и евро развернулся на коррекцию к предыдущему снижению. Однако мы не ожидаем глубокой коррекции и предполагаем уже в начале недели разворот и снижение пары к целевым уровням 1,3634, 1,3574 и 1,3510. От последнего уровня возможен разворот пары на коррекцию к предыдущему снижению. В пятницу британская валюта оказалась под давлением против большинства основных конкурентов. Проблемы с ирландским государственным долгом спровоцировали на рынке очередную волну антирисковых настроений, в ходе которых высокодоходные активы, к которым относится и британский фунт, продаются в пользу безопасного и более ликвидного доллара. Продажи фунта в связи с этим на европейской сессии пятницы достигли минимума на отметке 1,5985. Однако на этом уровне фунт-доллар обнаружил спрос покупателей, снижение пары остановилось, ее курс вновь начал расти. Активные покупки фунта вернули его в зону максимальных уровней недели, зафиксировав вершину подъема на отметке 1,6182. Тем не менее, мы не ожидаем продолжения восходящей динамики фунта и предполагаем возобновление в понедельник снижения пары целевым уровнем 1,6082, 1,6054 и 1,5973. В экономической статистике понедельника Япония опубликует данные по предварительному приросту ВВП за третий квартал. В Великобритании выйдут данные по ноябрьскому индексу цен на жилье. Евросоюз представит итоги баланса внешней торговли по еврозоне в целом и отдельно по отчетам Франции и Италии. В США будут опубликованы данные по объему розничной торговли в октябре месяце. Производственному индексу Empire Manufacturing по штату Нью-Йорк и деловым запасам на коммерческих складах. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.